Куда идет дым из трубы? Жители Семского округа снова задыхаются от едкого запаха. По их мнению, текстильное предприятие Котекс продолжает выбрасывать вредные вещества в воздух. Запах идет именно из труб, которых, как они говорят, отопление. Как только работают эти трубы, как они говорят, мы топиться не можем, так стоит вонь. Кстати, периодически они выключаются, значит, могут без отопления. Мы подозреваем, что подвели туда трубу и выброс идет именно в эту трубу. Жители рассказывают, что выбросы, как правило, ночные. К утру, когда приезжает комиссия, от них не остается и следа. Точнее, запаха. Действительно, его сейчас нет. Правда, руководство предприятия о своем сегодняшнем визите мы предупредили еще вчера. Кстати, они отказываются рассказывать о том, как модернизируют производство, чтобы уменьшить вредность выброса в окружающую среду. Предприятие находится под федеральным надзором. В случае выявления выбросов, не соответствующих нормам, специалисты областного комитета природных ресурсов составят протокол. Его направят в адрес Росприроднадзора. По поручению губернатора, в течение недели за предприятием установлен особый контроль. Сегодня ночью мы выезжали на данную территорию с часа до четырех утра. Мониторили со стороны улиц Энергетиков, Серегина, со стороны улиц Новогораждан. Идентичному запаху от работы предприятия Котекс установлено не было. О проверке на предприятии знают. Поэтому в ночь с понедельника на вторник выбросов не было, рассказали местные жители. Как наступает ночь в пять часов, начинается фура, разгрузка, погрузка. Подъемник мотается целыми днями. Пять часов – это нестандартно. Смотришь, утром просыпаешься, из всех щелей вылетает дым. Завод Экотекс уже становился фигурантом уголовного дела. В ноябре промышленный суд Курска выдал предписание приостановить работу двух сушильных машин. Хотя еще летом руководитель предприятия отчитался об установке фильтров на всем оборудовании. Специалисты комитета природных ресурсов готовы продолжить как дневной, так и ночной мониторинг. Кристина Горлатых, Максим Леонов. События дня. Продолжение следует...